Всем здорова! Перед тем, как вы посмотрите этот ролик, минутка спонсора. Сегодня партнер выпуска у нас мой большой друг, давний онлайн-друг Виктор Потапов. Виктор основатель сервиса Юниус. Это онлайн-платформа для найма и обучения персонала. Если раньше подобрать человека, нужно было очень много ресурсов по времени, то сейчас вы просто используете платформу Юниус, в которой потенциальные кандидаты узнают о вашей компании, проходят некое тестирование, обучение, и уже после этого с результатом вы видите в цифрах, и уже можете принять решение, берете этого человека или нет, и дальше подпускаете вы его к HR-дактору или к себе, допустим, или нет. Проект интересный, знаю я, Виктора уже давно, поэтому вы переходите по ссылке под видео, соответственно, на соцсети Виктора добавляйте, друзья, и на Юниус Лернинг. Вообще стартап лондонский, но Виктор выходец из России, сейчас активно работает в Москве. По промокоду по-братски, нам Виктор дал даже не месяц, юзание этого сервиса и не два, а целый год. Вообще за это от души, поэтому все, кто как-то связан с нами персонал, или если у вас свой бизнес, переходите, регистрируйтесь, и юзайте эту штуку бесплатно целый год. Ребята, ну вот сегодня я сниму полноценный лайф-день. Что ты, скажи что-нибудь людям. Не выспалась. Не выспалась? А что? Ну то, может, 6 утра встала, блин. Значит, первая новость. Мы познакомились, когда ездили к Ермону Стерлигову, с Иваном Халиловым, и он прямо в машине. Прямо в машине решил поддержать наше движение по поводу «Все в твоих руках», помочь детям. И решил сам начать свою цепочку с какой-то астрономической суммой. Иван Халилов, 19 лет парню из Адмуртии, он, в общем, занимается медом. Ну, пасеки делает, и вообще, по-моему, самый крутой пчеловод в этой стране. Тысячу долларов отдал на кого-нибудь ребенку, просто чтобы мы передали кому-то другому. Но поскольку деньги нам, мы сейчас чуть добавим денег, и отправим, соответственно, на вот тут 10 имен. Мы вчера с Викой согласовали. Сейчас скажу. Значит, Григорий Оветов, Сергей Выходцев, Разина, Загоруйко, Андрей, Аяз, Барри Алибасов, Патаридзе, Волчек, Тимур Игаров, и Шестерова. В общем, в чем суть, что я попросил Ивана разбить сумму на 10 частей, сейчас я сумму по 100 долларов, соответственно, на вашей карте мы с Викой перечислим. Вот. И дальше вы добавляете к этой сумме любую сумму, и, собственно, передаете другому человеку назад. Эти деньги никак не должны возвращаться. Просто передаете дальше, дальше, дальше. Вот. Ну и там через 50-60 передач таких вот образуется какая-то сумма, которой хватит там на помощь кому-то ребенку, я не знаю, может быть, который восстанавливается или что-то со здоровьем, да. Вот. Вчера Атамас РМ мы отправили 56 130 рублей. Вот. Поэтому тема очень круто работает. Спасибо еще раз Ивану Халилову. Вот. За такое крутое, очень нежданное предложение, да. И мы видим, что нормальный call to action, когда классная идея, он офигенно работает. Ребята, еще очень составляет сейчас жизнь небольшая. Вот. Нас сейчас держат, называется Перископ. Приложение для онлайн-трансляции. Это значит, что фактически каждый из нас сейчас это отдельная СМИ, которая может вещать из любой точки мира, где есть сотовая сеть. Ну и фактически комментировать, да. Это не только для общения между тобой и подписчиками, да. Я реально считаю, что тот, кто сегодня заведет Перископ и тот, кто прямо сегодня вечером пройдет первую трансляцию, через год мне пришлет подарочек какой-то, потому что вы будете очень благодарны. Это место, которое сейчас насыщено людьми, там, не знаю, трафиком, называйте это, чем угодно. Очень много туда внимания, но очень мало тех, кто вещает, в том числе из Москвы, поэтому у меня под видео, соответственно, будет ссылка на мой Перископ, перископ.tv, слоя что-то, на Швили. Вы переходите, подписывайтесь, регистрируйтесь и прямо сегодня пройдите трансляцию, чтобы не только вы за нами так же наследили, но и как бы и вы, в свою очередь, тоже свой круг как-то могли расширять, да. Вот, и вот сто процентов, говорю, не пожалеете, потому что проверено. Я вот начал с нуля, сильно Перископ нигде не первым, на тысячу подписчиков за неделю и какие-то двести тысяч уже лайков, вот, поэтому открывайте и пользуйтесь, там все по одной кнопочке нажимает. Ну, вот так, короче, ребята, приехали на съемки. Все. Короче, ребята, пришли мы в кросс-студию. здесь мы уже не первый раз. Ребята, я тут по коридору шел совершенно неожиданно, Алексей Манихин. Привет. Привет, мужчина. Привет. Ты как всегда, у меня почти такое же пальто. Ну, все хорошо, но ты как настоящий предприниматель и президент везде опаздываешь, поэтому давай быстрее сниматься. Короче, они сейчас там спикера доснимают и мы бежим к вам. Мы уже, да, все сняли и тебя ждем. Я вам размещу, короче, ссылку на Леху. Короче, круче, я еще не видел ивентов по неделе маркетинга и продаж. Это ролик на минуту, потом мы же не интервью берем у Руслана за жизнь. Сейчас. Это лайк мой сегодня. А следующая история, следующая история, там будет последняя отбивка, почему надо быть? И мы уже все сказали, сейчас. Ты, ты, ну, осталась такая фраза, почему надо быть? Там, конечно же, конечно же, на людей посмотрите, на себя показать. Почему надо быть? Ну, почему надо быть? Надо на людей посмотреть, себя показать, закрыть сделки, клиенты, не знаю, зачем еще ходить. Ребят, у нас времени, да, да, мы не шутим. Теперь тот самый хамиль. он просто, не знает, он тренируется, мы все с вами серьезно. Давай, почему надо быть? Еще раз, скажи. На себя, ну, людей, людей посмотреть, на себя показать. Зачем нужно быть? На людей посмотреть, на себя показать. Можно на новое. Зачем нужно быть на людей, посмотреть на себя, выиграть? Нормально. И в конце скажи свое, что ты хотел. Это форум продаж, мужик. Давай. Окей, окей. У нас в курсе банки был девиз, слоган такой «Будь лучшим, чтобы оставаться любимым». Так вот, на этой презентации про то, что не обязательно быть лучшим продуктом на рынке, чтобы побеждать в нем. Нужно сделать самое нужное – предложение девушке по поводу свадьбы. однее время в нужной месте, не обязательно быть лучшим, чтобы стать реж Paradev. И я – картина. …три До Nagy会… А теперь для рынка скажи Tenora одна фраза короткой, «Это было слишком много» у тебя одно предложение. Чего? «Мы тут будете лучше», и… «Побеждает на рынке не самый лучший! Побеждает на рынке тот, кто сделал правильное вложение в правильном месте клиенту взял его в жанру все спасибо макс мы договорились в пятницу что-то было хорошо как впечатление ощущения такая такой захватывающий фильм сняли манихина смотри зажаловать в дверях ребята расскажи как бизнес на твой слушай нормально четыре форума делаем самые большие так если честно можно выручку сказать или так по секрету в прошлом году было в прошлом году было 62 миллиона рублей а в этом честно хочешь прикол не считал с финансистом сколько по году примерно так же будет да просто оборот по поводу там прибыли получается где но мы маржинале на процентов 30-35 но если чем-то не тем занимаемся на самом деле тема я особо не понтую с бантлива у меня нет задать я просто скромно байра почему-то вот нет а потому что я готовы зарабатываешь двадцатку слышу я тебе могу так сказать я прилетел с парижа сейчас за каждым месяц на то летает а второй момент сам я финансовую подушку были для бизнеса и для жизни и не кафе там кафе там ладно я норку пойдемте пойдемте самое главное самое главное я думаю что нужно как это сказал дон кеннеди если бы меня кто-то заранее сказал что важное в бизнесе не скорость развития а его стабильность я бы 10 раз не банкротился ребята мы приехали на съемки джона кинга в начале своей карьеры я был танцором и там я стал хореографом и директором продюсером шоу потом я стал толстый и старый и в конце концов я уже не смог танцевать и пришлось заниматься бизнесом я не знаю что делать я совсем не знал чем я занялся на самом деле и это был сложный период в своей жизни я помогал волонтерам и помощникам Таким образом, участвуя в тренингах, я понял, что, помогая другим людям, я становлюсь лучше сам, и мне это помогает, как и странно. И в какое-то время меня пригласили преподавать в университет. И это обменный процесс, чтобы оказывать помощь и помогать другим людям? Они называют это лидерством. Я, по-моему, начинаю понимать, как и странно. Ребята, ну вот у нас записали интервью с Джоном Кингом, гуру в сфере лидерства, Тимур знакомый, вот Андрюха, вот Вика. Ну, оно выйдет в другой день, поэтому ща мы дальше поедем что-нибудь с ними тоже. Ребята, ну вот, ребята, вот это перископ, похоже, все меньше Ютуба, все больше перископа будет. Что, если надо, подписчики нужный момент вырежут и... Нет, подписчиков там вообще огонь. Я зашла к Матяю, пара комментариев оставила. А я даже сегодня не смотрю, но сейчас только вел стрим, я ему даже комментарии... А, да-да-да, ему либо сразу заходишь, либо вообще... Долговые расписки. Долговые расписки. Ну, как вы там увидите, как его такое в Инстаграме. Будешь заниматься спортом в Москве. Женя со мной на джиу-джитсу пойдет, на фремиумную тренировку. А? Ну, ребята, вот, в общем, что... Тринадцать просто. Да, то на этом все на Ютубе. Подожди. Ребята, в общем, я же вам обещал блог снимать, лайв. Вот я сегодня встретился с Сашей Волочиком. Саша, ты расскажи для подписчиков, как у тебя дела в целом, хотя бы. Это у меня блог, короче, личный. А, личный блог? Да-да, просто как у тебя дела, народ очень скажи. Все отлично. Расскажи, Саша, какой-нибудь инсайт твой последний о продажах, я не знаю. Что-нибудь. С Русланом вы зашли своими мнениями. Я Руслану сказал, что не надо привязываться к менеджерам по продажам. Надо обходить абсолютную персонификацию, не зависеть от менеджера, от скриптов. Руслан говорит, что у него наоборот. Значит, есть ощущение, что должна быть зависимость от менеджера. Ну, наверное, мой инсайт. Опять же, не привязываться к менеджерам. Я под видео размещу ссылку на Сашу, соответственно. Добавляйте ВКонтакте, на Фейсбуке его. А где людям добавлять тебя? Нигде. В инстаграме? А в инстаграме, кстати, не знаю. Ну вот, инстаграм надо еще добавлять. Это пиар. Слава, это пиар, это скрытый пиар. Все, сейчас едем домой спать. День был такой насыщенный. И самое главное, надо, чтобы вы всегда помнили, что... Такие дела. Всем пока. Музыка. 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 Музыка.